Украинские войска сейчас удерживают 45-километровый плацдарм на территории России. Разведывательные подразделения продвинулись на 21 километр в этом направлении, на 22 километра на север и на 12 километров на восток. За 7 дней они захватили примерно 540 квадратных километров. Украина умело маневрировала своими ударными подразделениями, чтобы обеспечить прорыв, а затем быстро развернула подразделения легкой бронетехники, находившиеся в резерве, чтобы воспользоваться положением. И все это при поддержке своих штурмовых соединений артиллерии и поддержке с воздуха истребителями F-16. Кто бы мог подумать, что мы увидим такие кадры, на которых украинские машины проезжают через российский пограничный пункт и буквально вторгаются на российскую территорию. Сегодня мы по дням проанализируем наступление Украины в Курской области, чтобы вы могли получить наиболее полное представление о случившемся. Спойлер, наступление в Курской области может иметь очень неприятные последствия и перерасти в сценарий подобной Орденской операции. Проблема для Украины в том, что ее штурмовые формирования могут либо продолжать наносить удары по территории России и проникнуть еще дальше. Почему бы не нацелиться на Курск? Но для этого им понадобится мощное подкрепление и как можно скорее. Или можно заявить о победе, вывести войска и избежать долгосрочных последствий. Тем более, что российские подкрепления уже стягиваются в Курскую область. Много подразделений, как эти ребята из Осетии. Украина действительно захватила обширную территорию между городами Коренева и Суджа, но русские затягивают их, по сути, в картофельные поля. Линии снабжения Украины сейчас растянулись более чем на 20 километров, и они застряли в этом котле. Тем временем, русские ведут ожесточенную борьбу за сохранение контроля над этими жизненно важными магистралями, ведущими прямо к Курску. Это большая авантюра, и я понимаю радость украинцев. Ведь они перенесли войну на вражескую территорию. Еще один прорыв, и Курск будет взят. Однако ситуация может обернуться кошмаром, если российская армия перейдет в контрнаступление с флангов. Например, из Глушкова, и тогда ВСУ будет не до наступления. Именно поэтому сейчас украинское командование перенаправило силы на зачистку этого сектора. Итак, по итогу, у Украины есть три варианта. Вариант первый. Продвинуться дальше и обойти российские резервы с флангов. Вариант два. Остановиться на достигнутом, окопаться и закрепиться на местности. Вариант три. Отступить. Хотя последний вариант имел бы смысл с военной точки зрения, такое решение будет трудно объяснить политически. Друзья, я знаю, что я задержался записью этого видео, но помните, что я всегда жду, чтобы убедиться, что информация, которую я публикую, максимально точна. С учетом сказанного, благодарю вас за ваше терпение. Добро пожаловать на History Legend с последними новостями о российско-украинской войне. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Как вы знаете, на некоторых из моих видео об Украине ограничена или отключена монетизация. Так что не забудьте зайти на мой Patreon и PayPal, чтобы поддержать меня. Спасибо всем, кто уже помог. И добро пожаловать в штаб-квартиру. Прежде чем мы разберем развитие ситуации по дням, важно помнить, что эти бои представляют собой большую авантюру. Поскольку создание этой оперативной группы для наступления под Курском означает ослабление позиций там, где российская армия добивается серьезных успехов, например, под Покровском и Торецком. Что еще хуже, как утверждается в статье Financial Times, некоторые украинские подразделения, собранные для этого внезапного нападения, были отведены непосредственно с основного фронта. Цитирую, Дениса перебросили в этот район с востока Донецкой области более недели назад для участия в наступлении. Вот так с июня 2024 года в окрестностях города Сумы ездили колонны бронетехники и грузовики с белыми треугольниками на бортах. Ряд наиболее боеспособных подразделений Украины тайно готовили ко вторжению в Россию. День 1. 6 августа. Украинское наступление началось с интенсивного артиллерийского обстрела и по меньшей мере 26 ударов беспилотников в основном по городу Суджа. В первые часы дня небольшие украинские диверсионные подразделения, называемые ДРГ, перешли границу. Эти подразделения легкой пехоты скрытно продвигались по лесистой местности, и их целью было создание хаоса в тылу противника. Вскоре за ними последовала первая волна ударного отряда из бронемашин. Одна из украинских машин для разминирования «Страйкер» проделала брешь в минных полях на границе, что позволило этой группировке начать пересекать границу с Россией. Из-за тумана войны во многих сообщениях упоминались две бригады, а то и больше. На самом деле, судя по тому, что я читал, это были два батальона, принадлежащие к двум разным бригадам. Кто знает, может они сделали так специально, чтобы запутать русских. На данном этапе войны бригады сражаются не в полную силу, и все их батальоны редко собираются вместе как единое подразделение. Так что, когда люди говорят, что бригада Икс была замечена в том или ином месте, это может означать что угодно, от отряда БПЛА до рота из ста солдат, батальона, или даже целой бригады, наступающей с тысячами военнослужащих и сотнями транспортных средств. Задача по прорыву была поставлена батальону 22-й механизированной бригады. Это штурмовое подразделение было усилено несколькими бронетанковыми взводами, оснащенными танками, подобными польскому ПТ-91 Тварди. Они пересекли границу в этих трех местах. Вы можете видеть кадры с беспилотника, на которых запечатлена эта большая колонна бронетехники в момент пересечения границы. Их целью было продвинуть плацдарм как можно дальше, для этого они продвигались к Лебедевке и Дарьино. Тем временем, вторая батальонная тактическая группа атаковала на юге, продвигаясь в направлении Суджи вдоль трассы Р-200. Вот кадры, на которых они пересекают российскую границу. Из имеющегося у нас видео об этом пограничном пункте, ясно, что там происходили ожесточенные бои. Было не так просто, как утверждают украинцы. Неясно, принадлежали ли они к 80-й воздушно-десантной бригаде или 88-й механизированной бригаде. Украинцы также направили штурмовой отряд вперед, чтобы открыть путь по трассе Р-200. Для начала боевая группа из трех украинских танков при поддержке пехоты штурмовала пограничные КПП. Они захватили позицию, но не смогли воспользоваться своей победой, так как российскому гарнизону удалось отступить на пару сотен метров. В итоге украинцы пересекли границу в шести местах. В целом оперативная цель состояла в том, чтобы обезопасить трассу Суджа-Рыльск и захватить города Суджа и Коренева. В целом ситуация стала настоящим кошмаром для России. Они просто недооценили украинцев, думая, что те никогда не решатся на такой шаг. По этой причине у них не было доступных тактических резервов для обороны Курской области. Конечно, российские вооруженные силы хотели использовать свою огневую мощь, чтобы остановить это вторжение, но для начала нужно было обнаружить вражеские формирования. Это было трудной задачей, потому что сотни небольших бронетанковых колонн рассредоточивались по местности. Вдобавок ко всему, большинство российских беспилотников были заблокированы очень эффективным радиоэлектронным прикрытием украинских войск, оставив российскую армию без глаз в небе. Неудивительно, что 18 июля мы узнали, что 22-я механизированная бригада получила десятки систем радиоэлектронной борьбы «Синица». Только тогда, когда украинские бронетанковые формирования оказались в недосягаемости собственных средств радиоэлектронной борьбы, российские беспилотники начали становиться более эффективными. Здесь они заметили подразделение из четырех бронетранспортеров «Страйкер», которое находилось в семи километрах от границы, недалеко от хутора «Зеленый шлях». Этот МРЭП, в котором находились семь полностью экипированных украинских солдат, был подбит беспилотником, и все, кто находился на борту канадского бронеавтомобиля «Рошель Сенатор», быстро побежали укрыться в ближайшую лесополосу. Теперь, когда пехота была в безопасности, они могли просто сесть в другой МРЭП, подошедший с тыла, и продолжить наступление. Словом, дня была «Скорость! Вперед! Только вперед!» «Страйкер! Страйкер!» Поскольку почти не было российских подразделений, способных остановить украинское наступление, вертолеты Ка-52 стали силами первичного реагирования. Однако эти атаки с близкого расстояния были сопряжены с риском. Сообщалось, что в течение первого дня были уничтожены или повреждены три вертолета Ка-52. Некоторые из них могли быть сбиты зенитными установками 2К-22 «Тунгуска», которые сопровождали колонны. К восьми вечера россияне были шокированы большим количеством вражеских сил, задействованных для этого рейда. Особенно присутствие многочисленных бронетанковых подразделений. Ситуация была серьезной. Они не притворялись отрядами Легиона Свобода России или диверсионными подразделениями. Речь шла о полномасштабном наступлении в ВСУ. Это означает, что они получили зеленый свет от папочки. Мы также можем частично объяснить медленную реакцию россиян тем, что Украина обманула их. Поскольку крупные украинские формирования были также замечены вблизи пограничного перехода в Рыльске и в районе к северо-западу от Харькова, русские не знали, было ли то, с чем они столкнулись, отвлекающим маневром или основным направлением атаки. В дни, предшествовавшие наступлению, в местных российских сводках упоминалось необычное скопление вражеских сил. Но эта информация не поднималась по служебной лестнице. День 2. 7 августа. Ночью российскую разведку встревожило то, что украинцы перевозят все свое материально-техническое обеспечение на плацдарм, в том числе грузовики с припасами, полевые кухни, полевые госпитали. Это был немалый рейд. Украинцы намеревались задержаться на некоторое время. Рано утром, 7 августа, украинский батальон 103-й бригады территориальной обороны, усиленный бойцами грузинского легиона, пересек границу. Они заняли позиции на западном фланге плацдарма, чтобы обеспечить безопасность и позволить бронетанковым подразделениям продолжить кавалерийскую атаку. К часу дня украинцы захватили Николаева-Дарьина, Обуховку, Любимовку, Нижний Клин, Свердликова и Лебедевку. На этой карте мы видим, как украинцы прорвали две линии обороны и обошли или уничтожили восемь крупных укрепленных бастионов. Как и в первый день, единственное, что могли сделать русские, собирая свои резервы, это нанести как можно больше потерь этим мобильным колоннам с помощью авиаударов. Как на этом видео, на этом и на этом. Они нанесли серьезный ущерб украинской технике. Местные подразделения пограничников и подразделения Национальной гвардии России предприняли контратаку на ферму «Зеленый шлях», но она была отбита. В этот момент российское командование мобилизовало все подразделения, которые присутствовали в этом секторе. Ответ украинцев не заставил себя ждать. Одна колонна из восьми единиц бронетехники совершила бросок по шоссе Рыльск-Суджа в направлении Коренева и достигла окраин этого стратегически важного города. Однако российская оборона уже укрепилась, и наступление украинцев было отбито. Этот стратегически значимый город оборонялся только одним подразделением размером с батальон, состоявшим из поваров, механиков и водителей, которые едва умели стрелять из автомата. Тем не менее, они держали оборону примерно так же, как британцы во время битвы на Син-Зуэйе в 1944 году в Бирме. Вперед была отправлена вторая колонна, оснащенная бронетранспортерами Кугуар-Эм-Рап. Я насчитал около восьми единиц. Их геолокировали у лесополосы в 12 километров к востоку от Коренева. К несчастью для Кугуаров, российский беспилотник скоординировал артиллерийский обстрел. За первым залпом кассетных боеприпасов последовали новые удары. В конце концов, основная часть техники этой колонны была уничтожена. Судьба, сопровождавшая их пехоты, неизвестна, но нетрудно догадаться о количестве жертв. Пока все это происходило, Украина открыла второй фронт. Утром БТГ 80-й десантно-штурмовой бригады выдвинулась вперед, чтобы закрепиться вдоль трассы, ведущей в Суджу. Можно предположить, что одна моторизированная рота атаковала, чтобы ликвидировать блокпост, в то время как две другие обошли позиции с севера. Российские пограничники на КПП были окружены и подверглись тяжелому обстрелу из минометов и артиллерии. Тем временем подразделения легкой пехоты пересекли границу и захватили хутор Олешня. После этого украинские телеграм-каналы начали распространять слухи о захвате ВСУ сотен российских военнопленных. Это было неправдой, но это укрепило мораль их сторонников. Затем бронетанковые колонны устремились в сторону Суджа и к шести вечера установили частичный контроль над западными окраинами города. На севере Коренева находилась под сильным давлением, но по состоянию на вечер оставалась под контролем российских военных. Ходили также слухи, что Украина задействовала инженерную технику, предназначенную для строительства серьезных оборонительных укреплений на этом плацдарме. Опять же, это не было набегом, они собирались закрепиться. День третий, 8 августа. На третий день наступление под Курском стало вирусным. Украинские войска замечали повсюду на карте. В ночь с 7 на 8 августа украинские формирования подтянули дополнительные резервы. В основном подразделения 88-й механизированной бригады. Российское государственное телевидение хотело успокоить общественность, распространяя информацию о том, что подкрепление уже в пути. Они опубликовали следующие кадры. Проделав этот пиар-трюк, они буквально передали координаты движения своих войск украинцам. Сюрприз, сюрприз. Вскоре после этого колонна попала под обстрел украинскими «Хаймарс» к востоку от Рыльска в Октябрьском. Российские телеграм-каналы сообщали, что украинская оперативная группа состояла из многочисленных подразделений, таких как 80-я и 82-я воздушно-десантные бригады, 22-я и 61-я механизированная бригады, а также элементы 150-й механизированной бригады, 5-й штурмовой бригады и 101-й механизированной бригады, и даже 24-й механизированной бригады. Эта тактика психологической войны, заключающаяся в объединении элементов из разных бригад, привела российскую сторону в крайнее замешательство, поскольку теоретически численность этих сил составляла более 15 тысяч человек, и все они направлялись в Россию. Фактически же состав войск, по оценкам на третий день, насчитывал примерно 27 механизированных рот, или где-то от 2 до 3 тысяч солдат. Батальонная тактическая группа 80-й десантно-штурмовой бригады продолжила наступление на Суджу, которую, как сообщается, обороняли несколько рот российского 488-го мотострелкового полка. Они удерживали восточную часть города на другом берегу реки. Украинские моторизованные колонны перегруппировались на западной стороне Суджи вдоль лесополос, чтобы избежать обнаружения. Целью было формирование новой ударной группы и штурм восточной части города. Захват Суджи позволил бы украинцам получить новый логистический центр для всего наступления. Однако, как в настольной игре «Морской бой», как только один корабль замечен, вы знаете, что остальные поблизости. Так российские дроны-камикадзе «Ланцет» атаковали колонну украинской техники на западном въезде в Суджу. Два других подразделения были немедленно атакованы вблизи этого лесного массива, а также у деревни Рубанщины. На этих кадрах мы можем видеть, что эта украинская группировка имела огневую поддержку этих танков. А также ББМ, типа МРЭП, и другие бронемашины, как мы уже видели. Многие бронетранспортеры, использованные в этой операции, были машинами украинского производства «Казак-2». Каждая из них может перевозить шесть полностью экипированных стрелков. Таким образом, для перевозки взвода из сорока пехотинцев одновременно потребовалось бы семь бронетранспортеров «Казак-2». Также подумайте о количестве топлива, необходимом только для обеспечения продвижения этих отрядов. Тем временем, добровольцы из Легиона Свобода России находились в резерве. Скажем так, они не были задействованы в первоначальном прорыве из-за прошлого опыта их операций. Итак, на третий день роты Легиона Свобода России также были задействованы. Они пересекли границу южнее Олешни и двинулись к реке Суджа. Здесь вы можете увидеть одно из бронетанковых подразделений, состоящее из четырех машин, пересекающих поле. Часть этих подразделений двинулась в сторону гончаровки. В конце концов, исходя из этих кадров с российского беспилотника, они добрались до центра села. Также обратите внимание, как легко замаскировать бронетехнику в населенном пункте. Приходится сильно приближать изображение. Тем временем, второй группе Легиона удалось добраться до поселка Мирный и села Бондаревка в тылу противника. Вдобавок ко всему, их восточный фланг был защищен минами, установленными вдоль дороги из Суджи в Белицу. Как вы можете видеть, реки в этом районе легко пересекать, поскольку они очень узкие, а лесные массивы маскируют все передвижения. Теперь целью было завершить окружение гарнизона этого батальона 488-го мотострелкового полка. Для этого Украина задействовала еще один из своих батальонов, находящихся в резерве. Они обошли Суджу севера и повернули к российским позициям. Так они вышли на трассу Р-200, соединяющую Суджу с Курском, тем самым отрезав снабжение Суджинского гарнизона. Можно поспорить, что русскому гарнизону не понравилось, что его так пощекотали в тылу. Тем более, что это была малая часть украинских сил. Однако, важное замечание, несмотря на окружение, эти российские мотострелковые подразделения не сдались. И это впоследствии окажется чрезвычайно важным. Окружение было непрочным. Территория вокруг города не была на 100% под контроль на Украине, только основные дороги и трассы. Мы знаем это потому, что российскому военному репортеру Александру Коцу удалось добраться до Суджи, не встретив украинских войск. Следующей задачей ВСУ было захватить район села Большое Солдатское. Взяв под контроль эту трассу, они могли нацелиться на Курск. В Северном секторе батальон 103-й территориальной обороны занял позиции в районе Обуховки. Это позволило им защитить фланги этой тактической группировки, состоявшей примерно из девяти механизированных род. Российские беспилотники засекли некоторые из этих подразделений, как, например, здесь, где БМП немецкого производства Мардер попали под огонь нескольких дронов Камикадзе Ланцет, или это подразделение, по которому был нанесен ракетный удар в селе Дарьино. Ключевым моментом для украинцев было продолжать двигаться вперед, иначе они стали бы легкой добычей. Это наступление определенно было хорошо организовано. Подразделения материально-технического обеспечения удалось создать множество пунктов снабжения на максимальном удалении, чтобы обеспечить бесперебойное продвижение всех этих моторизованных подразделений. Из этих десятков складов боеприпасов один стал мишенью российской артиллерии. Часть этой механизированной группировки в составе трех род продвигались в направлении Малой Локни. Российские беспилотники засекли небольшой разведывательный отряд в четырех километрах к востоку от Малой Локни, и опять же, эти машины также были атакованы беспилотниками. В конечном счете, вскоре это село стало новым пунктом сосредоточения украинского наступления. По-видимому, одна из колон, отправившаяся из Малой Локни на север, попала в засаду и была вынуждена отступить. Тем временем, вторая группировка, объединившая подразделения 54-й и 82-й бригад двинулась на запад, в сторону Коренева. Но эти русские повара и водители снова выстояли. Из-за тумана войны в сообщениях упоминалось, как украинские бронетанковые подразделения достигли центра Коренева. Некоторые даже говорили, что город был полностью захвачен, но в конце концов местные российские силы отбили атаку, и украинская ударная группа была вынуждена отойти обратно к селу Ново-Ивановка. К концу 8 августа проукраинские телеграм-каналы показывали всю эту территорию как контролируемую ВСУ. Хотя карта не была на 100% точной, можно получить четкое представление о масштабах прорыва 15 километров в глубину и 15 километров в ширину. Тем временем пророссийский телеграм-канал «Рыбарь» рассказал о мрачной реальности на фронте и масштабах украинского прорыва. Они отметили, что простота украинской тактики превосходит возможности российской армии. В то же время «Рыбарь» отметил, что к концу третьего дня мы могли наблюдать усиление российских контратак. Главной проблемой было отсутствие координации. В то же время можно задаться вопросом, как ВСУ могут непрерывно снабжать все эти рассредоточенные моторизованные подразделения топливом и боеприпасами, организовывать ротацию и возвращать раненых. Ведь если бы этот логистический поток замедлился, все наступление бы забуксовало. Сейчас я не собираюсь слишком много говорить о потерях, потому что мы не знаем чисел, но, несомненно, обе стороны понесли значительные потери в первые три дня. И помните, что маневренные боевые действия обходятся чрезвычайно дорого, гораздо дороже, чем окопные бои, которые мы наблюдаем на Донецком фронте. День 4, 9 августа. Словно пожарные, ветераны ЧВК «Вагнер» вышли на поле боя в качестве сил первого реагирования. Мы также увидели французских добровольцев из отряда БПЛА «Нормандия-Неман». Российские резервы начали формироваться в селах Большое Солдатское и Белице. Оттуда они немедленно приступили к контратакам. Похоже, украинцы были удивлены скоростью реакции противника. Важное замечание, большинство из этих российских подкреплений были резервами, приписанными к Белгородскому сектору. Они не были выведены с Донецкого фронта. Как только российское командование поняло, что атака на Курск не была отвлекающим маневром, оно развернуло первое резервное подразделение. Здесь мы видим украинского солдата, позирующего перед популярной сетью магазинов Суджи, что свидетельствует о твердом украинском контроле на западном берегу реки Суджи. Ближайшей целью российского командования было деблокирование дружественного батальона в Суджи. Одному механизированному подразделению было поручено расчистить дорогу Р-200, в то время как другое продвигалось на север от Белицы. Северная колонна попыталась выбить украинский механизированный батальон из Мартыновки. По-видимому, по пути туда российская моторизованная колонна попала в засаду, устроенную подразделением МИПТУР, спрятавшимися в районе урочища Круглик, и, возможно, украинскими танками, наблюдавшими за дорогой, а южная колонна на удивление не встретила особого сопротивления. Они обошли отряд легкой пехоты Легиона «Свобода России», дислоцированной в поселке Мирный, и предприняли внезапную атаку на госпиталь в Гончаровке. В это же время подразделения окруженного гарнизона предприняли вылазку. «Свобода России» и другие подразделения легкой пехоты, спецназ ДРГ, которые уже два дня находились на восточном берегу реки, оказались в тактическом окружении при попытке окружить Суджо. В ответ, чтобы избежать катастрофы, они быстро отступили обратно за реку. Украинское командование сосредоточило артиллерийские удары на этом участке и развернуло резервный батальон для контратаки. Они отбили атаку русских на гончаровку. Это произошло ценой уничтожения украинской гаубицы М777 двумя беспилотниками в районе поселка Миловой. Украинским подразделениям также удалось подтянуть танки к селу Черкасская Поречная, расположенному в пяти километрах к западу от дороги Р-200. Один из этих танков был атакован дроном Камикадзе и в конечном итоге уничтожен. Украинские подразделения начали наводнять этот сектор. Украинские разведывательные подразделения и их артиллерийские наблюдатели заняли позиции в соседнем селе. Они поддерживали дружественные подразделения в этом секторе очень точными артиллерийскими ударами. Кстати, говоря об артиллерии, украинцы также позаботились о том, чтобы передислоцировать свои батареи вперед, чтобы они могли оставаться в пределах досягаемости и оказывать непосредственную огневую поддержку своим наступающим формированием. Мы знаем это, потому что одна из их самоходных гаубиц попала в засаду в лесу, недалеко от Казачьей Локни. Также обратите внимание на использование украинскими военными гражданских автомобилей. Расположение за поселком Казачья Локня идеально подходит для буксируемых гаубиц М777. Таким образом, они находились в пределах досягаемости для обеспечения огневой поддержки большинства штурмовых формирований. В целом, мы покрыли то, что украинские подразделения закрепились в районе Черкасского-Поречного, и теперь мы столкнулись с аналогичной ситуацией к западу от Малой Локни. И снова, у русских в этом секторе не было подразделений для контратаки, а если они и были, то слишком далеко. Так что, единственное, что они могли сделать, это сбросить несколько старых добрых фабов. Тем временем, в северном секторе механизированная рота 82-го полка, усиленная бронетанковым взводом 80-го полка, не смогла штурмовать Коренева. Во время этой операции украинские истребители F-16 также оказывали непосредственную воздушную поддержку войск на земле, сбрасывая французские управляемые бомбы AASM «Хаммер». К концу четвертого дня мы могли заметить, что украинское командование взяло 24-часовую тактическую паузу, чтобы перегруппироваться и отразить контратаки противника. Следующий день этой операции должен был оказаться решающим, потому что украинские формирования не могли позволить себе увязнуть. И неудача с захватом Коренева обернулась большой проблемой, поскольку это был крупный населенный пункт, контролировавший дорогу, ведущую в Рыльск. Другими словами, многие планы пришлось пересмотреть. День 5, 10 августа. Из-за российских подкреплений обстановка в секторе Суджи стала более статичной с большим количеством позиционных боев. Это было опасно, поскольку в таком случае российская артиллерия могла уничтожать украинские формирования. Мы также можем упомянуть, что это подразделение грузинских добровольцев захватило село Порос. Вероятно, это был отвлекающий маневр, направленный на отвлечение российских войск от основного центра внимания, поскольку оно находится в 60 километрах от основного направления. С оперативной точки зрения российское командование вновь сосредоточило свое внимание на деблокировании Суджи. Для этого им требовалось ликвидировать украинский опорный пункт в Мартыновке любой ценой. Эта миссия была возложена на подразделение 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Опорный пункт обороняли где-то 2-3 украинские роты. Что касается нападающих, то речь шла о батальоне. По сути, силы были равны по численности, но у ВСУ было преимущество прикрытия застройки. Российские морпехи отправили разведывательный отряд, чтобы проверить на прочность вражескую оборону. Они были отброшены, но через пару часов штурмовые подразделения морской пехоты вышли из Пушкарного в направлении Михайловки и с этой возвышенности ворвались в Мартыновку. Украинцам пришлось оставить большую часть своих боевых позиций. Здесь мы видим российских морских пехотинцев, патрулирующих улицы только что отбитого села. Дорога Р-200 на Суджу была под контролем. Пока что. Можно упомянуть о новой попытке украинских легкопехотных подразделений обойти Суджу с юга. Так, Макс Про был обнаружен и уничтожен к северу от села Гуево. Украинские войска захватили это село, а затем, пользуясь прикрытием этих лесных массивов, переправились через реку Псел. Тем временем украинские стрелки уже находились на другом берегу реки в Махновке. С оперативной точки зрения украинское наступление на фронте в Коренево буксовало, а ситуация в Судже была сложной. Поэтому, чтобы не оказаться зажатыми и выйти из тупика, украинское командование решило наступать прямо между Коренево и Суджей. Как пример чисто маневренной войны, они решили обойти эти районы стороной. Русские обстреляли украинскую ДРГ в районе Семеновки в 14 километрах к северу от Малой Локни. Они также уничтожили эти три МРЭП дронами Ланцет в деревне Журавли. И, наконец, этот украинский танк был уничтожен беспилотниками в окрестностях Отрадного. Это означает, что к пятому дню украинские подразделения были геолокированы в этих трех точках. С восстановленной мобильностью они, возможно, смогли бы даже обойти с фланга прибывающие российские резервы. И почему бы не проявить смелость и не нанести удар по новой цели — Льгову, что отрезало бы российский гарнизон в Коренево и позволило бы ВСУ приблизиться к Курску? Для продолжения наступления Украина направила на фронт дополнительное подкрепление. Численность группировки теперь оценивалась в 5-6 тысяч человек. День 6, 11 августа. В тот день, когда российские резервы подтянулись к району боевых действий, украинское наступление значительно осложнилось. Вдобавок ко всему, российские ВКС продолжали наносить удары по украинским колоннам снабжения, что еще больше затрудняло им продолжение наступления. На шестой день российские войска предприняли локальную контратаку и отбили село Кремяное. Это подтвердили кадры одного из их патрулей, проезжавших мимо украинских погибших. В течение дня две механизированные роты 82-го полка попытались обойти Коренева с фланга, но вновь были остановлены на подступах. Коренева для поддержки подтянулись украинские подразделения, как эта колонна, с одним танком и четырьмя бронетранспортерами позади. Эта колонна была поражена кассетными боеприпасами, но я думаю, что российская артиллерия промахнулась и украинской технике удалось рассредоточиться. Можно также упомянуть о засаде, устроенной чеченцами из отряда «Ахмат» и российскими морпехами из 810-й бригады. Вместе они уничтожили украинскую колонну снабжения в секторе «Мартыновка». С потерей этого села украинские войска перегруппировались в Черкасском поречном. Здесь мы видим продвигающуюся вперед колонну, впереди которой идет танк, за ним следуют два МРЭП, а позади стрелки. Этому отряду пришлось быстро рассредоточиться после того, как их засекли дроны «Ланцет». Эти дроны представляют одну из важнейших тактических эволюций российских вооруженных сил. Несложно предположить, что украинское контрнаступление на Харьков в 22-м могло бы пройти совсем по-другому, если бы у русских было в наличии столько дронов. К шестому дню украинское наступление застопорилось в районах Суджи на юге и Коренево на севере. Чтобы выйти из тупика, украинские колонны продолжали расширять зону своего контроля на север в направлении Льгова. Тем временем украинским ДРГ и подразделениям легкой пехоты в секторе Гуева удалось переправить технику на другой берег реки. И так они захватили село Плехово. День 7. 12 августа. Группы российских операторов БПЛА постепенно восстанавливали контроль над полем боя, тем самым не давая украинским колоннам передвигаться свободно, как они могли в первые несколько дней. Между тем, как вы можете видеть на этих снимках до и после, ВСУ серьезно окапываются на всех завоеванных позициях. Итак, из вариантов, которые я изложил во введении, я думаю, они выберут вариант 2. Седьмой день наступления ознаменовался попыткой Украины выйти из тупика в районе города Суджа. После нескольких дней боев, похоже, украинцам удалось закрепиться на восточном берегу реки. Здесь мы видим украинский автомобиль, проезжающий по центру города, в то время как еще один был замечен в восточной части города. Судя по всему, остатки российского мотострелкового батальона отступили и теперь удерживают только мирный. Крупный административный центр Суджа теперь может быть превращен в важный логистический узел для продолжения наступления. Теперь тактическая проблема для Украины заключалась в том, что российские подкрепления перегруппировались к юго-востоку от Суджи, поэтому Украина предприняла еще один штурм. Подразделения ВСУ внезапно пересекли границу. Российская артиллерия была в состоянии повышенной готовности, и эта группировка была серьезно скована, когда они атаковали КПП в Колотиловке. Однако украинские войска были слишком многочисленны и быстры. Вторая волна продолжила атаку и продвинулась на 13 километров. Так они вошли в деревню Гири, однако их надежды быстро рухнули. На этом видео мы видим украинский БТР-4Е к северу от деревни. Как только в него попали, весь экипаж быстро рассредоточился. Вдобавок ко всему, российские гражданские снимали на видео все передвижения украинцев и, очевидно, передавали всю информацию своим вооруженным силам. Напоминает февраль 22-го. Затем рои беспилотников начали охоту на эти БТР-4, и к концу дня Украина потеряла 7 единиц этой техники. На этом видео мы видим, что один из них был захвачен, чему радуются российские солдаты. На севере российские войска контратаковали из Коренева и освободили село Снагость. Это второе село, которое они отбили в этом районе. Во время этих контратак группу украинских солдат взяли в плен. Украинские бронетанковые подразделения в Ольговке пытались окружить Коренева со стороны Толпина, в то время как вторая группировка в Черкасском Поречном пыталась перерезать трассу Р-200 дальше на север. С оперативной точки зрения важная информация заключается в том, что большое скопление украинских бронетанковых подразделений формировалось у Отрадного. Быстрым ударом они захватили села Шапошниково, Семеновка и Левшенко в 25 километрах от границы. После недели боевых действий большую опасность для Украины представляла концентрация российских резервов по направлению Рыльск-Глушково. Оттуда они могли начать разрушительную операцию по заходу с фланга и отрезать всю украинскую оперативную группу от снабжения. И будьте уверены, украинское командование в курсе этой угрозы. Они пытались разрушить мост в Глушково ракетным ударом, но, похоже, мост еще стоит. Дни 8 и 9, 13 и 14 августа. В течение этих двух дней украинское командование сосредоточилось на борьбе с угрозой окружения на своем левом фланге. Для этого они начали операцию по захвату Глушково. Они еще не добрались туда, но в процессе они захватили еще три поселения. С учетом сказанного, украинским силам необходимо любой ценой выйти из тупика у Коренева, поскольку это единственный реальный способ стабилизировать их левый фланг. Тем временем, когда украинские мобильные подразделения продолжали наступление на Льгоф, одна из колонн попала в засаду морпехов 810-й бригады ВМФ недалеко от поселка Каучук. Это обернулось для них катастрофой. Как сообщается, украинцы потеряли 11 единиц бронетехники и большую часть пехотного взвода. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А если хотите поддержать мою работу, зайдите на мой Патреон и Пайпал. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok